Не паниковать призывают жители Тбилиси, власти Грузии. Город в ожидании повторного удара стихии. В районе ущелья Веремы мобилизована спецтехника и спасатели. В случае необходимости они приступят к эвакуации людей. Пострадавшим от наводнения сейчас помогают добровольцы. Они приносят специально созданные пункты, одежду, продукты и предметы первой необходимости. Наша коллега Марьян Балквадзе побывала в пострадавшем районе. Покосившиеся стены, набухший потолок и грязь. Из этого дома эта риджикия смогла вынести только несколько фотографий родных. Все остальное – фарфоровую посуду, редкие книги, старинную мебель – унесло потоком воды. Посмотрите, стены мокрые, подвалы сейчас затоплены. Этот дом был построен в 1949 году. Еще до этой трагедии здание было признано аварийным. И сейчас практически с нуля придется начинать новую жизнь. Правда, как не знаю. Без крова остались более 50 семей, которые жили на улице Сванидзе. Именно она первой приняла удар от вышедшей из берегов реки Вери. Оставшихся без домов Мерья временно распределила по частным гостиницам. Помогают пострадавшим и спасатели, и горожане. Они приносят в гостинице и специально созданные пункты, одежду, продукты и предметы первой необходимости. Нашим гражданам, которые пострадали от стихии, необходима и психологическая помощь. Специалисты с ними работают в круглосуточном режиме. Сюда приходят и просто неравнодушные жители Тбилиси, которые хотят помочь, проявляют внимание и заботу к пострадавшим. В остановительных работах, кроме спасателей, строителей и коммунальщиков, принимают участие добровольцы. Завалы расчищают политики, актеры, спортсмены. По телевизору не раз говорили, что помощь не нужна, однако я все же решил прийти сюда и не зря. Здесь много всего надо сделать. Сейчас вот стараемся очищать реку. Почти полностью разрушена и геодезическая лаборатория Тбилисского университета. От оборудования и результатов научных трудов ничего не осталось. У нас были уникальные научные материалы. Их грузинские ученые разрабатывали 70 лет. Касались они именно исследования ущелья реки Вере. Кстати, мы не раз выражали протест в связи с крупноштабными строительными работами в этом районе. Несмотря на то, что город в ожидании повторного удара стихий, соответствующие службы уверяют, повода для паники нет. В районе ущелья Вере мобилизована спецтехника и спасатели, которые в случае необходимости приступят к эвакуации жителей. Мария Булквадзе, Дмитрий Антгуладзе, МИР24. Число жертв наводнения увеличилось до 19. Пропавшими без вести числятся 6 человек. Субтитры создавал DimaTorzok